Привет соратник! Как некоторые из вас знают, я занимаюсь изготовлением зимних снастей как-то удочки, кивки, мормышки и в этом году у меня встала техническая необходимость изготовления небольшого максимально простого дешевого пресса. Я рассматривал вариант тисков крупных, но честно говоря, там есть свои нюансы и ну по цене бы получилось бы гораздо больше, а никаких преимуществ перед малогабаритным прессом нет. Поэтому решил все-таки сделать пресс, облазил интернет, различные фотографии различных вариантов, видео смотрел и так далее. Приглянулся мне больше всего вариант без сварки, то есть не сварная рама, а рама скрученная из шпилек. Необходимо нижняя как бы станина, верхний упор и между ними две шпильки, достаточно толстые. Ну насчет толщины шпилек, допустим я купил домкрат 10 тонны, поэтому там делать сильно толстые тоже смысла никакого нет. Значит 8 гаек домкрат и для верхней и нижней станины я купил метр швеллера восьмерки шириной 8 миллиметров. Этого тоже хватит вот так вот за глаза без всяких проблем. Задача моя это отрезать верхнюю и нижнюю нижние упоры. Шпилька у меня уже разрезана пополам. Это метровая шпилька, я ее разрезал пополам. Это по 50 сантиметров, мне этого хватит тоже скорее всего. Нижнюю и верхнюю станину я сделаю максимально узкую. То есть под станину домкрата, гайки и небольшой отсуток по краям. То есть получается мне хватит полуметрового куска. Получится нижняя и верхняя часть по 25 сантиметров. Почему? Почему так? Мне не нужны широкие какие-то разлеты. Я буду делать... Не будет у меня каких-то широких деталей. У меня будет все маленькое и компактно. Мне надо именно давить. И соответственно чем уже и нижняя и верхняя упоры, тем на них будет меньше действовать изгибающие какие-то моменты силы. Я полностью исключу любые варианты, что они будут каким-то образом деформированы. Вот таким вот образом. Так, надеваем очки. Куда же без них. Капаем немножко отработки. Так, ну что, погнали. Движемся дальше. Напоминаю, я делаю это первый раз. С таким сверлом. С таким металлом. Раньше, когда приходилось, все было на станке. Дымится. Не знаю, как будет. И снова здравствуйте. Реально прошло три дня. Моя задумка со сверлением швеллера толщиной 5 или даже 6 миллиметров. Бытовой дрелью зеленой Bosch, хоть и 750 всего-то ватт, оказалось достаточно неудачной. Сверлить, в общем-то, пришлось, ну можно сказать, в четыре этапа. То есть первое отверстие, то есть то, что вы видели в начале, это конечно было очень, это было очень оптимистично. То есть я этим сверлом прошел до вот того диаметра, который вы видели. А после этого начались проблемы. То есть она начала зализывать, оно не хватало дрели мощи, она перегревалась, мне постоянно приходилось ее остужать, а грелась очень сильно. Ну я в этом смысле не специалист по обработке металла. Последний раз реально с металлом таким работал в школе на уроках труда. Там был станок и там все засверлилось отлично. Ну в общем приходилось оставлять, остужать и так далее, и так далее. Даже там вышло из строя дрель, я ее там починил, ну в общем было сложно и долго. Так вот первое, первое отверстие сверлилась пятерочкой, наживлялась скажем так. Дальше проходил вот таким сверлом и больше всего я не удалось просверлить вот таким вот сверлом от 4 до 20 миллиметров у него. Вот вот этот вот диаметр для такой дрели, для такого металла оказался наиболее удачным. Вот такое сверло. Вот это большое сверло, оно слишком большое для этой дрели, оно тут все слизано уже. Вот я сейчас покажу. То есть вот это сверло слизано. И это соответственно еще сильнее. Причем я здесь даже пытался точить. Вот такие вот ужасы. В общем не годится подобные инструменты, подобные сверла для такой работы. То есть для более тонкого металла в общем-то наверное без проблем. Вот это сверло в принципе, я говорю до 20 я их просверлил. Кое-как там с проблемами, с перегревом дрели, ну там просверлил. Но больше 20 вот это сверло оказалось совершенно бесполезным. То есть покупать его для таких работ, что отдельно в наборе никакого смысла нет. Вот это сверло поработало хорошо. Я сказал просверлил до 20. А после этого я взял гравер, насадил туда насадку. Такую с камнем вокруг. Ну как это сейчас покажу. Вот такого вот такого плана. И меняя насадки, потихоньку-потихоньку я их расточил до необходимых 24 миллиметров. То есть я постоянно примерял шпильку и на том этапе, когда она стала хоть как-то пролазить туда, я останавливался. Ну в общем вот таком вот виде на данный момент. Прошло по сути вот сейчас уже третий день. Я естественно не сидел там целый день над ним, но возвращался время от времени, работал и инструмент перегревался. Я его оставлял охлаждаться. Вот уходил по своим делам. Ну вот прошло 3 дня. Сейчас будем пилить. Мне нужно сделать два реза. Раз и два. В принципе все. Ну я проблем особых не предвижу. Пилить будем вот такой вот ножовкой. Мы же не ищем легких путей, правильно? Да вроде нормально. Да ладно шучу, что я совсем уже по уши деревянный. Погнали. Так ребят, короче я не стал дорезать на камеру остальное. Там ничего собственно интересного не было. В общем получились две такие штуки. Я их немножко обработал. Может быть еще надо обработать немножко края шлифмашиной. Ну то такое. Короче все. Можно собирать. Так ну все поехали. Значит оно у нас будет вот таким вот образом. Это допустим нижняя. И вот это вот так вот. Так сначала мы закрутим шайбу, которая будет прижимать его сверху. Вот так вот. Нормально. Вот. Нет, это многовато. Ну ладно, потом выровняем. Стоит нормально. Вот так вот это все выглядит. Теперь надо будет сверху смонтировать такую же самую пластину. Музыка. 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 Так... Теперь что? В общем то все. Теперь испытание. так ну в общем вот это будет у него примерно рабочая высота вот этим можно еще и шкив под выкрутить и все ну как-то еще может быть надо подумать закрепить закрепить сам домкрат возможно я загоню вот сюда вот чопики деревянные сейчас это даже сделаю короче четко не нашел обрезки дрессины вставлял ну просто чтобы нам дергать это уже такое дело она особо то и не мешает ну просто чтоб продемонстрировать так ну шо поехали положим туда кусок свинца так чтоб не качет особо до патруб поджал начинаем давить пич так есть свои моменты вот так вот мы ее опускаем ну шо давит я хз насколько это эффективно насколько это 10 тонн ну вроде работает продавила чётенько будем считать что проект готов ну что же я готов аматорский пресс за три дня на деле все конечно гораздо дольше было пока я нашел то пока все пока купил домкрат пока нашел этот пока вот это привез ну в общем ну тем не менее вот он закончен вот таком виде может быть я еще как-то закреплю сам домкрат на станине что немножко гуляет у него там неровка неровная блин нижняя часть она такая хреново обработана скажем прямо нам китайцы дешевый домкрат на суд расскажешь хая хотел еще сказать насчет как бы впечатление да то есть если бы я знал что так будет тяжело с бы со сверлением отверстий и себя ну сейчас скажи мне чтоб ты был я безусловно взял бы швеллер разметил разметил и пошел тут есть недалеко слесарь попросил бы просто просверлить но я думаю что по деньгам бы это было бы примерно то же самое сколько стоили эти сверла наверное я вообще не знаю цен честно говоря вот разрезать было в общем то очень просто болгарка совершенно спокойно с этим делом справилась все спасибо кто улыбнулся от моих мучений ставьте лайк всем пока